10 сентября в Российской Федерации пройдет единый день голосования. В 20 субъектах запланированы выборы депутатов законодательных собраний. В 21 будут прямым голосованием избраны руководители, еще в 5 через парламент. Также состоятся довыборы в Госдуму по одномандатным округам в Крыму, Липецкой области, Красноярском крае и Карачаево-Черкесии. Насколько республика готова к выборному процессу? Кто и как будет наблюдать за выборами? Мы попросили рассказать председателю избирательной комиссии Карачаево-Черкесии Ларису Абазалиеву. Лариса Касабина, здравствуйте. Уже сегодня в Карачаево-Черкесии открылись избирательные участки. Давайте напомним нашим зрителям, кого и где мы выбираем, и сколько мандатов будет распределено. В единый день голосования, который проходит 8, 9, 10 сентября в течение трех дней, у нас пройдут прежде всего дополнительные выборы депутата Государственной Думы по 16-му одномандатному округу. И, кроме этого, у нас есть небольшая муниципальная кампания. Она пройдет в семи районах. Это выборы депутатов сельских поселений. Основные выборы, то есть весь совет будет выбран в Койданском сельском поселении. И в остальных поселениях будут замещены вакантные мандаты, то есть там пройдут дополнительные выборы. Дополнительные выборы пройдут в советы Кубинского, Каменомоцкого, Терезинского, Эркенвьотского, Приградненского, Зиюковского и Саритузского сельских поселений. Там будут замещены вакантные мандаты. И, таким образом, у нас всего 8 избирательных кампаний на местном уровне. И будет замещено 15 мандатов муниципальных депутатов. Насколько сегодня избирком Карачево-Черкесии готовы к предстоящей выборной кампании? Сколько будет участков открыто в нашей республике? Кто будет независимыми наблюдателями и насколько они готовы к этой работе? Я могу с уверенностью сказать, что избирательная система Карачево-Черкесской республики готова к проведению единого дня голосования. И в компании принимает участие избирком КЧР, как организующая комиссия, 12 территориальных избирательных комиссий, 249 постоянно действующих участковых комиссий. Кроме того, созданы три временные участковые комиссии. Это уже ставшие традиционно в нашем развивающемся курорте «Романтик». Потому что там достаточно большое количество людей работает, которые не имеют возможности куда-то уехать. В силу механизма специфики работы. Кроме того, на выходных там много жителей нашей республики, которые смогут, отдыхая, на выходных все-таки попасть на выборы. Впервые в республике временный участок организован в СИЗО. Если раньше одна из участковых комиссий туда просто приезжала СОДНО, то теперь у нас там действует временный участок. И еще одно место, где у нас временный участок, это республиканская больница. Это тоже традиционно уже, потому что большое количество медицинского персонала, большое количество людей, которые там находятся на лечении. Для их удобства там создан участок. И что касается готовности, наблюдатели обучались в общественной палате. Все журналисты, которые хотели аккредитоваться, аккредитованы. Достаточно большое количество журналистов аккредитовались. Отказов с нашей стороны не было. Кроме того, в общественной палате будет действовать центр общественного наблюдения. И там на больших экранах будет видно, что происходит на участках. Будет идти трансляция с участков. Там же будут находиться мобильные группы наблюдателей, которые будут выезжать в случае каких-то сигналов негативных или жалоб. Кроме того, мы ожидаем правозащитные организации, которые должны приехать из Москвы. Это тоже уже традиционно. Они объезжают участки, анализируют, потом делают свое заключение о том, как прошли выборы в республике. Таким образом, я думаю, что наблюдатели от политических партий заявлены уже от всех политических партий, которые принимают участие в выборах. Поэтому я думаю, что с полной уверенностью можно сказать, что республика готова к проведению выборов. И надеюсь, что они пройдут на хорошем организационном уровне. В последние годы в избирательной кампании традиционно применяются цифровые технологии. Скажите, а в чем особенность нынешней избирательной кампании? Все наши новинки будут применяться. Это и мобильный избиратель, который позволяет нам не быть привязанным к месту своей регистрации, а голосовать на любом удобном для человека участке. И с каждым годом количество людей, которые пользуются этой возможностью, увеличивается. Кроме этого, у нас в этом году используется такая новая форма работы с избирателями – мобильная избирательная комиссия. Что это такое? Наши члены участковых комиссий снабжены специальным мобильным приложением. И когда они идут к избирателям с целью уточнения списков, для того, чтобы избежать неприятной ситуации, когда человек не находит себя в списках, или, не дай бог, человек видит умершего родственника. Поэтому это такая постоянная работа участковых комиссий – перед выборами пройти по своему участку, постучаться в каждый дом, в каждую квартиру и уточнить списки проживающих, тут же выяснить, может быть, кто-то из них в силу возраста или состояние здоровья хочет проголосовать на дому. То есть эту заявку сразу можно оформить в это же время. Человеку для этого не нужно самому идти на участок. И плюс человеку объясняют, на каком участке ему удобно проголосовать, если он проживает в данной квартире, но он не зарегистрирован по этому адресу. Вот эту большую работу мы делаем теперь в мобильном приложении. Там же есть вопросы, когда избиратель может сказать, что именно его не устраивает. Допустим, может быть, место расположения участка, может быть, пандус неудобный. И мы имеем возможность уже в электронной форме учитывать все чаяния наших избирателей. И таким образом, вот эта работа с помощью мобильного приложения, она позволяет нам анализировать те проблемы, которые у нас есть. Допустим, мы четко понимаем, сколько у нас людей с ограниченными возможностями на участке, сколько волонтеров нужны для помощи. Мы предполагаем, сколько из этих людей придет на участок. У нас появляется большая возможность для анализа, для аналитики, для того, чтобы сделать процесс еще более удобным. Это новинка, вот это мобильное приложение. Это пилотный проект этого года. Кроме этого, уже ставшие традиционными, будут использоваться все КАИБы. Это полюбившаяся избирателям форма, потому что там, где стоят КАИБы, там никогда не бывает ни жалоб, ни каких-то конфликтов, потому что надежность, защищенность КАИБа, она не вызывает сомнений ни у политических партий, ни у кандидатов, ни у наблюдателей. Кроме того, поскольку у нас с вами серьезная федеральная кампания, у нас с вами видеонаблюдение. Оно будет на 103 участках, во всех территориальных комиссиях. И там, где видеонаблюдения нет, там видеофиксация. То есть любой кандидат, любой наблюдатель, любой избиратель может посмотреть, как именно происходит голосование, как идут выборы. Я думаю, что это тоже один из очень важных факторов, который вызывает доверие к процедуре и к итогам голосования. Кроме этого, из новинок, я думаю, что в следующей кампании мы уже будем иметь возможность голосовать дистанционно. Я тоже об этом мечтаю. Но пока нам нужно обеспечить равномерную, хорошую сотовую связь во всех наших населенных пунктах, потому что у всех должен быть равный доступ к этой возможности. И широчайшее использование электронных сервисов, я думаю, что оно будет продолжаться, потому что это значительно упрощает. Вот я смотрю статистику. Если в прошлой кампании у нас было много заявлений по мобильному подано через МФЦ, через наши комиссии территориальные и участковые, то сейчас 90 с лишним процентов заявлений подано через единый портал госуслуг. Люди привыкли, что можно зайти за одну минуту в телефоне, подать заявление и потом спокойно прийти и проголосовать на тот участок, который тебе наиболее удобен. И последний вопрос. Лариса Хасанбина. Ваше пожелание кандидатам и избирателям республики? Вы знаете, я не думаю, что я имею право давать советы избирателям. Единственное, что я могу как председатель избирательной комиссии республики попросить, чтобы они пришли на участки и реализовали свой выбор. Потому что это, на мой взгляд, в одинаковой степени важно, кто будет депутатом в маленьком селе или ауле, или кто будет депутатом Государственной Домы, и чье лицо будут ассоциировать с нашей республикой. А что касается кандидатов в депутаты, опять-таки, неважно, баллотируются ли они в поселение или в Государственную Думу, я хотела бы передать им просто пожелание от молодого поколения нашей республики. Мы проводили такой конкурс, эссе среди школьников. Мой наказ депутату. И вот некоторые мне запали прямо в душу, и я хотела бы сейчас вам небольшой наказ зачитать. Это школьники нашей республики, вот одно из них. Наказы давать нелегко. Мы думаем, очень важно быть честным в любое время и в любой ситуации. Вам люди доверят свои судьбы, свою жизнь, свое будущее. Это дорогого стоит. Пожалуйста, помните об этом. Через несколько лет мы придем на выборы, понимая, какой это важный момент в жизни. Не ошибиться, выбрать человека неравнодушного, искреннего, энергичного, думающего не только о себе, но и о других. Человека, который сумеет сделать жизнь земляков лучше. Я думаю, что вы, уважаемый депутат, именно такой человек. Это вот эссе одной десятиклассницы. И я всегда, когда вручаю мандаты, я стараюсь вот что-то из того, что эта молодежь говорила, донести до тех, кто избран. Потому что мне кажется, что депутат должен быть именно вот таким. Я всегда надеюсь, что в результате очередной выборной кампании именно такие люди придут и сделают жизнь моих земляков лучше. Продолжение следует...